Особенности уборки озимых колоссовых культур в условиях 2020 года. Такой была тема предуборочного совещания, прошедшего в администрации района с участием сельхозтоваропроизводителей района глав сельских поселений. В режиме видеоконференции совещание провел глава района Заур Хамирзов. С основным докладом выступил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Он сообщил, что посевная кампания была проведена на достойном уровне, вовремя и в полном объеме выполнена подкормка озимых, проведены защитные мероприятия от вредителей и сурной растительности. Под урожай 2020 года посеяно 15 275 гектаров зимы пшеницы, 1885 гектаров зимовая чменя, 1624 гектаров зимового рафса. Оригинальными элитными семенами озимых зимовых посеяно 4506 гектаров, что составляет 21% от общей почты озимых зимовых. Во время летней уборочной сады нам предстоит убрать 19 654 гектаров озимых зимовых, включая рапс, ян, речмень и овес, что больше 1649 гектаров посева прошлого года. Для получения полновесного урожая в 2020 году сельхознаброзводители района в основном выполнили необходимый объем агротехнических, агрохимических и защитных работ. Подкормка проведена на всех посевных площадях озимых двухкратно-патимарной отсутки. Витансонитарное состояние посева озимых удовлетворительное. Несмотря на сложившиеся климатические условия в весеннем периоде, это отсутствие продуктивной влаги, заморозки в апреле месяце, сельхознаброзводителем были приняты все меры, чтобы получить достойное урожай, то есть были проведены весь комплекс необходимых мероприятий. Также в весенний период было посеяно ядрых культур всего 16 589 гектаров. Из них 6 209 гектаров кукурузы на зерно, 9 159 гектаров подсолнечника, 351 гектар сои, 520 гектар овса и 350 гектар ядрого речения. На сегодняшний день по данным культурам проведен в Венском объекте необходимых мероприятий, агротехнические, агрохимические и защитные. Состояние ярких культур можно оценить на сегодня как хорошее. Заур Самогова отметил, что для проведения жатвы в районе имеется 85 единиц уборочной техники. Готовность к уборке морожая зимно-земновых техники на сегодняшний день заставляет 85%. Наличие автомобилей на вывод зимна в поле ток 140 единиц. При плане уборки 19 654 гектаров зимных нагрузка на один комбайн составляет 231 гектар, что является средним показателем. Говоря иными словами, техника для уборки зимных зимных в районе достаточно. Необходимости привлечения дополнительной уборочной техники нет. Каждый год идет объявление парка зерноуборочной и другой техники. Так, за период 2017-2019 года было приобретено 8 высокопроизводительных зерноуборочных комбайн. На возмещение часа отряд на проведение агротехнических работ в области лесеневодства в 2020 году, то есть несвязанная поддержка, принята как субсидировано 10 130 гектаров. То есть фермеры получили по 800 рублей на каждый гектар. Всего получили фермеры Гашкабельского района 8 104 000. Документы были сданы 38 крестинско-фермерскими хозяйствами. На гектар составила ставка 800 рублей. Также в Минсельхоз Республики Радыгейс нашего района 29 главы лесеневодства фермерских хозяйств представили пакет документов для получения субсидий на стимулирование производства зерновых, зерновых и насличных культур на удобную площадь под уроженом 2020 года. Удобленная площадь, то есть пакет документов составила 8 674 гектара. В завершении своего небольшого доклада хочу выразить огромную признательность главы лесеневодства фермерских хозяйств, которые в период неблагоприятной обстановки, вызванные коронавирусной инфекцией, все сезонные полевые работы выполнились в отнимальные сроки, благодаря чему мы можем надеяться на получение достойного урожая. Всем дружникам сельского хозяйства района желаем организованные в отнимальные сроки привезти в жадку, собрать хороший урожай и суметь реализовать его по самым решительствам. На совещании также говорили о дополнительных мероприятиях по уборке урожая. По вопросу проведения технического осмотра сельскохозяйственных машин выступил с докладом начальник инспекции гостехнадзора по Кашхабрскому району Беслан Хагауджов, в котором отразил сложившуюся на предприятиях района ситуацию в данном направлении, а также напомнил о правилах и нормах проведения техосмотра сельхозмашин в соответствии с действующим законодательством. В инспекции гостехнадзора на сегодняшний день зарегистрировано 85 зерноуборочных комбайнов. По сравнению с прошлым годом, наше крестьянско-фермерское хозяйство приобрели два комбайна. Основная масса комбайнов – это НИВА СК-5М, которые больше 20 лет. Есть и 40-летние экземпляры. Это вызывает некоторые опасения в период эксплуатации. Накладывает на нас больше обязанностей следить за ними, ухаживать, производить необходимые регламентные мероприятия, чтобы обезопасить и урожай, и здоровье тех, кто работает рядом с этими комбайновами. Период очень серьезный, нельзя расслабляться. Надо с большой ответственностью отнестись к данному мероприятию. Всем владельцам сельхозкомбайнов, также комбайнерам. Мы, люди, работники административных органов, должны помогать, содействовать и контролировать этот процесс. Начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Азамат Курашинова ознакомил аграриев района с правилами передвижения крупногабаритной сельскохозяйственной техники во время уборки. Также большое внимание было уделено технике безопасности при проведении уборочных работ. Хотел бы, в первую очередь, довести информацию по требованию пожарной безопасности. В первую очередь, это рапашка, не менее 4 метров, покос, не менее 8 метров. Всем знаем, представляем, если по данной дороге у нас растет пшениц и чмень, что может произойти в дальнейшем. Затем, необходимо также пламя-гасители, огнетушители, это обязательно. Обучение лиц пожарно-техническому минимуму необходимо. Также инструкции проводили с заполнением журнала. Перед уборкой, перед выездом на данное поле необходимо провести инструктаж данному водителю и записами журнала. Это тоже необходимо. Также штрафы, которые будут составлять на ИП от 15 тысяч до 30 тысяч, в случае, если у нас будет пожарно-опасный период, то вдвойне штрафы. И вам, сельским поселением, не дают проводить рейды совместно с административной комиссией. И также бдительная просьба будет руководителям КФХ, крестьянским фермерским хозяйством, после уборки ячменя и пшеницы, стерню, чтобы не выжигали. У нас уже с каждым годом все меньше и меньше, это все происходит, но все равно бдительная просьба, чтобы довели, чтобы в таких казусных ситуациях, по выжиганию стерни. Начальник отдела ГОИЧС администрации района Николай Зверев обратил внимание присутствующих на ответственность за несоблюдение правил противопожарной безопасности в период уборки. Хочу напомнить вам выдержку из правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года за номером 1213. Где в частности говорится, что устанавливается запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожарных остатков, землях сельскохозяйственного назначения, землях отвода и так далее. Значит, статья Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 20.4 предусматривает за нарушение вот этих правил следующие штрафные санкции. С граждан от 2 до 3 тысяч рублей, должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели от 20 до 30 тысяч рублей и юридические лица от 150 до 200 тысяч рублей. Штрафные санкции очень высокие, как вы видите сами. Если правила пожарной безопасности нарушаются в период особого противопожарного режима, то они автоматически удваиваются. Хочу обратиться к главам сельских поселений. Хотелось бы еще раз обратить внимание всех участников совещания о недопустимости выжигания стерни и пожарных остатков. К сожалению, 2019 год у нас был, если так можно выразиться, урожайным на различное количество возгораний. И техника у нас была, и возгорали, и пожарные остатки после уборки озимых колоссовых культур, и особенно после кукурузы. Поэтому я вас всех убедительно прошу, давайте мы не будем нарушать законодательство Российской Федерации и будем соблюдать требования пожарной безопасности, которые определяются этим законодательством. Подводя итоги совещания, Заур Хамирзов подчеркнул важность обеспечения противопожарной безопасности. Главы поселений, вот комиссии у вас работают, чтобы все индивидуальные предприниматели КФХ, они безукоснительно соблюдали нормы пожарной безопасности, начиная с самого простого, начиная с опашки и средств пожарокушения. В завершении глава района пожелал всем сельхозтоваропроизводителям организованно провести уборку урожая и реализовать его по достойной цене. Продолжение следует...